МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами я, Олег Котс, и программа «Сделано», который своими руками делает знакомые вещи ближе и понятнее. Индейцы говорят, тот, кто рассказывает истории, правит миром. А кинематографисты считают, что в кино надо поменьше говорить и побольше показывать. Поэтому сегодня я вам расскажу о кино и попробую как можно больше показать, как и из чего это сделано. Сюжет, во-первых, должен быть хороший, толковый, не глупый. А это всё вместе, и спецэффекты тоже неплохо. Ну и когда актёры играют, интересно. Спецэффекты, подбор актёров, звуки достаточно хорошие. Спецэффекты – это, наверное, не самое главное, может, если только фантастики. А, наверное, важнее работа режиссёра и актёров. Кино – это все цеха, без которых невозможно жить. Сегодня вы узнаете, чем снимается кино, откуда в чистом поле берётся электричество и без кого невозможно обойтись на съёмочной площадке. Итак, камера. Есть камера. Мотор. Есть мотор. Начали. Кто-то мудрый сказал, что кинокамера превращает нас всех в туристов, глазеющих либо на чужую жизнь, либо на свою собственную. Спустя 116 лет, как братья Люмьер запатентовали свою первую кинокамеру, она сильно изменилась. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о эволюции съёмочной техники. Лучшие фильмы «Беларусьфильма», художественные фильмы, телевизионные фильмы мы всегда снимали на плёнку. Перед вами одна из лучших камер в мире, которая была разработана и сделана в 70-х годах прошлого века и дожила почти до сегодняшних дней. Кстати, о ней мечтали лучшие режиссёры Советского Союза. Именно этой камерой были сняты шедевры белорусского кино. «Беларусьфильма» Всегда хотелось снять быстро, качественно и увидеть результат сразу же после съёмок. Плёнка это не позволяла. Надо проявить, надо отпечатать, привезти в съёмочную группу совершенно другой город, ночью в кинотеатре посмотреть. Брак, надо переснять, неудобно. Вот это одна из первых наших видеокамер. Знаменитый формат «БТКам», аналоговая камера. Первые наши сериалы «Беларусьфильмовские» сняты на этой камере. Техника в видео развивалась так быстро, что аналоговый формат устарел буквально за 5-6 лет. Появились так называемые цифровые камеры. Это одно из последних приобретений. Современная камера Хайди пишет на карточке. Матрица 2,3 дюйма, мгновенный просмотр, большой объём материала. Главное преимущество в видеосъёмке, что оператор, режиссёр не ограничены в количестве съёмочного времени. Как в принципе и мы. Это инициативная разработка группы американских товарищей. Одна из представителей видеотехники. Это камера RED, сделавшая революцию во всей съёмочной технике. Это бесплёночная технология. Не надо проявлять, не надо обрабатывать, не надо печатать позитив. И качество почти как на плёнке. Она позволяет снимать и видеофильмы, и художественные фильмы. Сейчас много рекламы снимается на этой камере. Ну и не только рекламы. Ну и все сериалы последней Беларусьфильма мы ушли на эту камеру. Анатолий Григорьевич, а расскажите, что это за чудо-машина? Это одна из последних лучших камер. Европа вся снимает этой камеры. В Америке снимают, в Китае снимают. В Индии снимают пока ещё вот такими. И немножко такими. А это как называется? Это тоже чудо современной техники. Операторская тележка «Пантера». Сколько они снимали фильмы, всегда хотелось, чтобы камера была не на штативы, а камера была подвижна. Вот это обеспечивает движение камеры по специальным операторским рельсам. Ну, тоже одна из лучших тележек в мире. Давайте я вас прокачу. Давайте лучше я вас прокачу. Нет, нет, нет. Итак, друзья, сейчас я буду работать дольше. И главное здесь, во-первых, не трясти тележку, и во-вторых, вовремя остановиться, чтобы не уронить оператора с камерой с рельсом. Хорошая профессия у оператора. Оператору завидует всегда съемочная группа. У режиссера только есть второй режиссер, у оператора есть второй оператор, как минимум два механика, фокус-пуллер и еще ассистент, который заряжает пленку. В округ оператора минимально 5-6 человек. У режиссера один, от силы два. И артист-фанат. Спасибо. Не за что. Всего доброго. Сделано. С глубокой древности человек стремился передавать образы через игру света и тени. Упоминание о первом проекционном устройстве мы находим у Аристотеля. Солнечный свет, проходя через узкое отверстие, проецировал на стену затемненные комнаты перевернутое изображение. В 1545 году голландский математик и астроном Гемма Фрициус опубликовал чертеж аппарата под названием «Камера Обскура». 13 лет спустя итальянский ученый Джованни Батиста де Лапорта в своей книге «Магия натуралис» описал способ использования такой же камеры, дополненной линзами и вогнутыми зеркалами, для проецирования картин в темных помещениях. Однако эти изображения были кратковременными и нестойкими. Итак, с историей кинокамеры мы, кажется, разобрались. Теперь прольем свет на свет. До заре кинематографа большинство фильмов снимались на улице только днем и только в ясную погоду. Постепенно режиссеры стали задумываться о солнцах, которые бы светили в нужное время и в нужном количестве. Так лампы накаливания трансформировались в современное осветительное оборудование. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Добрый день. Вы мастер света. Расскажите, как вы управляете этими солнцами? Это тот желтый направленный свет для пучка желтого цвета или где-то сфокусировать какую-то вещь. Это в основном используется или в павильонах, или в купе поезда, в подвалах, в пещерах. Это заполняющий белый или желтый свет, который подается непосредственно на актера. Делает более мягкое его лицо и вообще качество съемок. А для чего используется белый свет? Для натурных съемок этот свет уже позволяет нам ночью снимать, как днем, и днем снимать, наоборот, как будто действие происходит ночью. Поведайте какие-нибудь секреты, как сделать днем ночь. Сделать эффект и пламени, эффект заходящего солнца, эффект ночи днем, что ты будешь стоять, как будто сзади у тебя ночь полностью. Для этого используются специальные светофильтры. Каждый оператор знает, какой нужно поставить фильтр и добиться определенного эффекта своего. Сколько обычно используется световых приборов в полномасштабном таком фильме? Если нормальный фильм, то где-то около 45. И бригада осветителей где-то 5-6 человек. Потому что есть такие приборы, которые весят до 80 килограмм. Его поднять просто даже вдвоем нереально. То есть нужно 4-5 человек поставить его на штатив. На штатив метр девяносто высота. Соответственно, нужно поднять его вот туда поставить. И еще один вопрос. А если съемки происходят в поле или в болоте, откуда вы черпаете электроэнергию? Передвижная электростанция позволяет подключать до 100 киловатт света. Это очень много приборов. 50-60. И плюс еще к этому от нее запитана камера, если нужно. И звук. То есть вы питаете электроэнергией всю съемочную игру? Получается, да. Даже и чай, и кофе пьют тоже от нашей станции. А вот и та самая передвижная электростанция. Здравствуйте, Владимир. Расскажите, пожалуйста, как работает эта электростанция? Это пульт управления. Все здесь сейчас по-современному, на электронике. В принципе, станция оригинальная чем? Что? Ее можно подключать к сети. Она стоит, не работает. Как только в сети питание пропадает, она сама заводится и дает ток. Как только появился ток в сети, она отключается автономно сама. На чем работает? На дизельном топливе за час она 24 литра, у нее расход дизельного топлива. В принципе, это немного по отношению, ну, все-таки большая мощность. 150 кВт, это где-то 130 кВт. Раньше мы заказывали по две электростанции. На базе Урала это были у нас военные электростанции. 100 кВт. Сейчас одной хватает на две съемочные площадки. Кроме лихтвагенов, камервагенов и других вагенов, на киностудии есть целый автотранспортный цех. Легковые грузовые автомобили, тягачи, фургоны и автобусы призваны служить важнейшему из искусств кино. Кроме специальной техники, есть и игровая техника. Это уникальные грузовые и легковые автомобили разных моделей. Например, американский студибекер. Раритетная современная военная техника. Немецкие мотоциклы, бронетранспортеры. Есть здесь даже танк. В 1816 году французский литограф Ницефор Ньепс впервые записал изображение на металлическую пластину, покрытую светочувствительным химическим эмульсионным материалом. Первая известная попытка запечатлеть движущееся изображение на пленке была предпринята фотографом Эдвардом Майбриджем в 70-е годы XIX века. Для этого он использовал 24 независимых фотокамеры, которые одна за другой быстро приводились в действие, последовательно фиксируя отдельные изображения на стеклянных пластинах. В то же время французский изобретатель Этьен Жюль Морей проводил опыты с использованием только одной камеры. Его аппарат состоял из удлиненного барабана, служившего объективом, и круглой камеры со стеклянной фотографической пластиной, по краю которой он записывал 12 изображений. Эти хронофотографии продолжительностью 1-2 секунды уже можно было сохранять во времени. Что ж, с историей мы справились на отлично. Знаем, чем снимать, как светить и где брать электричество. Переходим к практике. Желание разобраться, как работает съемочная техника, привело меня на то самое поле, где проводятся съемки кинофильма «Снайпер-2. Тунгус». Узнаем, как это делается. Вам нужно идти в три шеренги за танками. Идем все вместе, группами. Вы только слева от танка, вы справа от танка. Когда я махну танку, танк остановится. Понятно? Эй, стой, поехать! Куда пошел? Остановись! Назад идти! На первый взгляд на съемочной площадке происходит беспорядочное движение. Операторы готовятся к съемкам. Что в машинке больного? Пожалуйста, приправим. Декораторы поправляют декорации. А где-то репетируют артисты. Все это похоже на один большой муравейник. На самом деле за этим стоит серьезная организация. Максим, скажи, откуда все эти люди знают, что им делать? Изначально существует сценарий, по которому все и происходит. Во время подготовительного периода мы проводим выбор натуры, пробу актеров, обсуждаем с режиссером и художником, как воплотить в жизнь ту или другую сцену. Из-за раскадровки не лишается ни одна сцена, потому что вся творческая группа картины видит кино, которое должно получиться, уже сразу на бумаге. А это работа режиссера или оператора? Это работа всей творческой группы. Тут лечь, кто встать и побежать туда. Не надо, все бегут. У кого оружие? У меня же есть ли это? У кого нет ружья? У кого нет ружья? Нет, не бежит. Оператор на съемочной площадке – это человек бог и царь, или все же режиссер бог и царь? Самый главный человек на площадке – это, конечно, режиссер-постановщик. Ты играешь сложную драматургическую сцену, но в этот момент должен всегда по твоим зрениям видеть камеру, потому что если ты не видишь камеру, значит, тебя нет в кадре. Оператор-постановщик никогда не вешивается в работу режиссера-постановщика, я имею в виду с актером. Но он может слегка втайне от режиссера-постановщика подкорректировать. Стоп, стоп, стоп. Ребята, сейчас там взрыв. Ну, не сейчас, а он сейчас будет. Отступай, быстро! Отступай, быстро! Отступай, быстро! Максим, расскажи, пожалуйста, о камере, которая сейчас в твоих руках. Эта камера называется «Рэдван». Это компьютер с объективом, можно так сказать. Здесь замечательный монитор есть, здесь катер для оператора и монитор для ассистента по фокусу. Все, что творится на площадке, все, что происходит в длительный подготовительный период, работа с актерами, это все замечательно. Но если мой ассистент, который вводит фокус, то есть резкость наводит, если он не будет видеть, куда наводить резкость, то все наши усилия пропадут зря. Поэтому для него снова такое новшество – монитор для ассистента по фокусу. Для реализации творческого замысла сейчас в современности появилось очень много вспомогательного оборудования. Например, как операторские экраны, статиканы. И вот вы, наверное, видели скоростная телега, которая с одинаковой скоростью ездит справа-влево. Этот прием мы использовали для компьютерной графики. Я раскрою маленький секрет, так как у нас на киностудии всего лишь один танк немецкий, но вы в фильме увидите массовую танковую атаку. Там будет 5-6 танков и будет, ну, наверное, 200-300 солдат. А какой же бой без оружия и пиротехники? На киностудии собрано более 2000 единиц, в том числе пистолеты, автоматы, пулеметы, ружья разных времен. Действующее ли оно? Конечно. Все оружие постоянно стреляет. Сколостых патронов. А под каждое оружие свой калибр патронов, то есть, ну, своя громкость. Ну, есть такое. Да, некоторые этого пугают. Все оружия у нас оригинальные. Вот. Немецкий карабин снайперский, кстати, везде набита свастика. Можно даже посмотреть. На себя. Это простая винтовка Мосина. Знаменитая трехлинейка. Автомат ППШ. Да-да-да. С которым мы прошли всю войну. Год-то, по-моему, где-то. А вот, 1942 год. Сделано. Спереди никого там не было. Вот здесь. Конечно. Камера вот сюда уйдет, и туда как бы просто уйдет. Готовит линию огня бригада пиротехников. Ребята серьезные. Работа у них такая. Надо все четко рассчитать. И мощность взрыва. И длину кабеля. И место, куда пуля попадет. Скажу по секрету, специалистов наших любим и ценим не только мы, но и российские, американские и немецкие кинематографисты. А пока я вам все это рассказывал, пришло время обеда. Мы тоже решили чайку попить. Спасибо. Пожалуйста. А без этого человека вся съемочная группа взбунтовалась бы. Спасибо, Анастасия. Здоровья. Актеры зовут ее ангелом-хранителем. Ну кто еще даром нальет тебе чай или кофе? Да еще с такой обворожительной улыбкой. Пока съемочная группа обедает, я предлагаю вернуться к началу процесса. То есть к подготовительному периоду. Правда, писать сценарий и подбирать актеров на роли мы не будем. А заглянем в цех подготовки съемок. Цех подготовки съемок – это склады. Мебельный, реквизит, головные уборы, обувь, военный, мужской костюм, склад и склад женского костюма. Художники по костюмам, вот, они в свое время ездили по, значит, городам и весям. У населения закупали все вот эти вот вещи. За это мы им очень благодарны, потому что благодаря им мы это имеем. Такой вот золотой фонд, в который не выдается на картины, они служат исключительно как образец для пошива. Потому что, допустим, вот эти вот штиблеты – начало, в общем-то, 20 века. Как, впрочем, и некоторые головные уборы. Видите, какая-то красота просто неописуемая. Натуральная соломка – это тоже довольно раритетный такой элемент костюма. Мебель. У нас очень хороший склад, очень богатый по своей исторической мебели. Там есть очень ценный гарнитур – мебель Радивила. Есть какие-то такие вещи, которые у нас уже такие памятные. С «Дикой охотой короля Стаха» на реквизитном складе сохранены куклы, которые там снимались. Шляпы вот эти вот – это была картина «Шляхтич за вольня». Художник по костюму Вмина Николаевна Гурло. Под эту шляпу есть замечательный совершенно костюм, очень красивый. Как и вот под эту тоже, это тоже ее работа. У нас же специфика работы как бы военная. У нас очень богатые военные костюмы. То есть военная тематика у нас на высоком уровне. И гражданский костюм военный, и военный костюм как военный. Кто бы к нам ни приезжал, другие студии у нас говорят, что очень хорошие склады. То есть здесь приятно работать в том плане, что насыщенность костюмов на некоторых складах 18, на некоторых складах 20, есть 30 и 33 тысячи единиц. То есть объем работы очень большой. Костюмов довольно много. Ну, то есть отправная точка кино, которая у нас вот сохраняется. А мы возвращаемся на съемочную площадку. И сейчас я познакомлю вас с человеком, без которого режиссеру, оператору, а главное артистам пришлось бы очень нелегко. Итак, встречайте, ассистент по актерам. Давайте мы его сейчас на грим. Давай, на грим. Китсу. Сейчас покажи аркет. Я отвечаю за все, чтобы артистам было хорошо. То есть это обеды, это тексты подготавливаю. Если артист плохо подучил текст, я с ним могу его помочь подучить. Если артист плохо знает немецкий язык, мы вызываем переводчика. По вызовному листу мы работаем в определенное время. Я его встречаю и веду на грим, на костюм. Ягоды минус. Очень хотел сыграть в эту работу. Хочу тебе показать, что дядя Гриша со мной сделал. Да. Где? Сейчас. Пробу было. Здесь фотка. Шрамом мы почти угадали. Да. И потом артисты репетируют. И мотор, все, начинаются съемки. Приготовились. Мотор. Мотор идет. Внимание. Камеры идут. Начали стрелять. Начали. Первая пушка. Огонь. Хорошо. Смена закрыта. Всем спасибо. Давать оружие. Реквизит костюма. Загреем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце 19 века Томас Эдисон изобрел систему записи и проигрывания музыки, в которой использовались цилиндры из воска. После того, как аппарат приобрел популярность, он решил создать устройство для демонстрации движущихся изображений под аккомпанемент музыки и в 1891 году запатентовал в Соединенных Штатах камеру-кинетограф и кинопроектор-кинетоскоп, сконструированные англичанином Уильямом Диксоном. Уже в 1892 году партнеры открыли в штате Нью-Джерси Black Mariah Studio для съемки кинолент. В помещении были проложены рельсы, которые позволяли перемещать камеру по отношению к объекту съемки. Снятые здесь фильмы были продемонстрированы в 1894 году на Чикагской выставке и вдохновили братьев Люмьер на создание кинопроектора, объединенного с камерой. Это изобретение получило название «синематограф». Сегодня мы узнали, как рождается чудо 20 века. Фильм, фильм, фильм. Откуда берутся изображения и звук? Как сохранить старые костюмы и реквизит? Но и на этом кино не заканчивается. С вами был я, Олег Коц, и программа «Сделано». Увидимся через неделю.